Строительство новых очистных сооружений для аэропорта Шереметьево может начаться в 2025 году. Старые, работающие еще с советских времен, уже не справляются с возросшей нагрузкой. Так что резкий запах химикатов и высокий уровень загрязнения речной воды стали причиной многочисленных жалоб местных жителей. Максим Апарин с подробностями. В жилом комплексе город Набережных, Набережная далеко не самое любимое место. Гуляют здесь разве что с собаками. Все из-за едкого запаха, который исходит от реки Клязьма. Удушливое состояние, по задней стенке подкашливание, постоянно першение горли. Невозможно сдышать до рвотных рефлексов было. Головная боль, тошнота, какой-то резь в горле. Сильнее всего запах ощущается зимой и ранней весной. Открыть окна невозможно, причем иногда это ощущается не только именно в этом месте, именно на набережной, иногда запах разносится по всему поселку нашему. Причина запаха химикаты, которые сбрасывают в Воскресенский ручей. Все сбросы происходят ночью, поэтому увидеть их практически невозможно. Но вот в этом месте, где ручей впадает в Клязьму, особенно сверху, должно быть видно, что здесь вода слегка зеленоватого цвета. В этом месте, говорят люди, река сияет почти всеми цветами радуги. Зимой не замерзают даже в минус 20. Эти кадры сделаны в соседнем поселке Чашниково. Здесь, в ручье, который впадает в реку Мещериха, а затем в Клязьму, вода то с пеной, то красного цвета и тоже с резким запахом. Я вынуждена не жить здесь зимой, потому что зимой начинается жуткий бронхоспазм. Просто задыхаюсь. Мы даже проверяли, подходили специально к речке, и реакция усиливается. Экспертиза воды из обоих ручьев показала, что количество вредных веществ превышено в разы. Обнаружен вредный этиленгликоль. Даже земля здесь черная. Как вы можете видеть, она черного цвета, с присутствующим запахом. Этиленгликоль не растворяется в воде. Он уходит в осадок. Этиленгликоль – вещество, которое добавляют в антиобледеняющую жидкость. Ею в минусовую погоду обрабатывают самолеты. Оба ручья текут с территории Шереметьево. В аэропорту о проблеме знают и от ответственности не отказываются. Проблема в том, что очистные сооружения Шереметьево построены еще при СССР и не справляются с сегодняшней нагрузкой. Мы, аэропор Шереметьево, с Российской Федерацией заключили концессионное соглашение, в соответствии с которым взяли на себя все расходы по содержанию инфраструктуры, по созданию новых объектов и в том числе по строительству очистных сооружений. Строительство новых очистных сооружений пришлось несколько раз переносить. Сначала из-за пандемии, потом из-за санкций. В результате применения санкций мы не смогли в должной сроке реализовать этот проект. Мы заключили новый контракт, мы выбрали новую технологию, основанную на применении российского оборудования, исключительно российского оборудования. И эта технология более эффективно будет очищать наши стоки и сбросы. На сегодняшний день нами уже заключен контракт с подрядчиком. На данный момент все документы уже оформлены, а проекты согласованы. Начнут строительство в следующем году. Максим Апарин, Артур Нурмухамедов, Анастасия Ройф, Вести.